Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл лекций в рамках дистанционного образования студентов старших курсов и ординаторов. Проводит этот цикл лекций Московский государственный медико-станциологический университет кафедры поликлинической терапии, и мы благодарим Первый Медканал за предоставленную возможность вот такого качественного образования студентов старших курсов и клинических ординаторов. Итак, уважаемые коллеги, сегодняшняя лекция — это резистентная артериальная гипертензия. Это очень актуальная тема, потому что с этим состоянием сталкивается практически любой клиницист. Лечение артериальной гипертензии, грамотный подход, грамотный диагностический алгоритм, терапевтический алгоритм — это очень важно при данном клиническом состоянии. Но начнем мы опять-таки с рекомендаций, с тех документах, на которых мы основываемся, разрабатывая терапевтические и диагностические стратегии. Отдельные документы сформированы Американской ассоциацией сердца. Это предыдущие рекомендации 2008 года и текущие рекомендации 2018 года. Также разделы по резистентной артериальной гипертензии присутствуют и в европейских рекомендациях 2018 года, и в наших отечественных рекомендациях. И вот в 2018 году Европейское общество кардиологов вот так сформировало понятие резистентной артериальной гипертензии. Оно несколько изменилось. Итак, резистентной артериальной гипертензии признается тогда, когда пациент не достигает целевых значений артериального давления, то есть ниже 140 на 90. Не 160, не 180, не 200, не такие цифры, а ниже 140 на 90 при условии приема трехкомпонентной схемы в полных дозах, которая обязательно включает тиозидовый диуретик. Что добавилось в текущих рекомендациях 2018 года по сравнению с 2013 годом? Добавилась вот эта фраза. Еще должен быть адекватная приверженность к терапии, то есть пациент должен быть комплоентен, и мы должны быть в этом уверены. И неадекватный контроль давления подтвержден не только офисным измерением артериального давления, которое может быть повышено, это может быть гипертония белого халата, какие-то другие приходящие факторы, а обязательно либо самоконтроль давления, либо суточное мониторирование артериального давления. То есть простых офисных цифр высоких недостаточно для того, чтобы поставить диагноз резистентная артериальная гипертензия. Итак, мы прекрасно помним тот алгоритм, который в 2018 году изменился, алгоритм антигипертензивной терапии, где находится резистентный пациент с артериальной гипертензией. Он формируется на втором шаге терапии. Тогда, когда мы назначаем трехкомпонентную схему с обязательным включением диуретика, это должна быть полнодозовая эффективная трехкомпонентная схема. И если вот на этой трехкомпонентной схеме мы не достигаем целевых цифр артериального давления, мы говорим, да, это резистентная артериальная гипертензия. И здесь мы должны уже придерживаться определенного терапевтического алгоритма, о котором мы позже с вами скажем. То есть это и дальнейшая модуляция терапии диуретиками, включение альфа- и бета-адреноблокаторов. Европейские эксперты определяют понятие псевдорезистентной гипертонии, когда мы действительно регистрируем высокие цифры артериального давления, но при этом это не истинная резистентная гипертония. Это когда? Когда мы понимаем, что плохая приверженность. Пациент не соблюдает наши рекомендации. До 50% пациентов с неконтролем артериального давления. Это причина. Это гипертония белого халата. И здесь четко мы знаем, что делать. Это дневники артериального давления, домашний амбулаторный самоконтроль и суточное мониторирование артериального давления. Это может быть проблема с техникой измерения давления. Об этом мы тоже должны думать. Редкие случаи у пожилых пациентов кальцификации плечевой артерии. И тогда давление, которое мы измеряем на плечевой артерии, не отражает системного. И, наконец, клиническая инерция. Значит, мы что-то делаем неправильно. Неправильные диагностические стратегии, неправильные терапевтические стратегии. Но это вот представление 2018 года. А мне очень нравится клиническая классификация 1988 года Фрохлича, который поделил всех резистентных гипертоников на три большие группы. Резистентный пациент, понятно, о чем речь. Резистентный врач, значит, мы что-то делаем не так. И истинно резистентная артериальная гипертензия, действительно. Либо эссенциальная гипертензия течет таким образом, либо это вторичная артериальная гипертензия. И обратите внимание, что длинная доля случаев резистентности лежит в сфере резистентного пациента или неправильных терапевтических и диагностических стратегий. Итак, резистентный врач. Мы не будем сегодня говорить о резистентном пациенте, потому что на это нет времени. Давайте мы поговорим о тех диагностических терапевтических алгоритмах, которые мы должны применять в этом случае. С точки зрения Фроклича в 1988 году, что такое резистентный врач? Это неадекватное информирование пациента. То есть мы неправильно объяснили, что нужно заниматься lifestyle modification, снизить количество потребления соли, похудеть, не употреблять алкоголь, правильно пить антигипертензивные препараты. Неправильный терапевтический режим. Ни те препараты выбрали, ни в тех комбинациях, ни в тех дозах. И очень важно это, сейчас мы на этом остановимся, и отдельная строчка, неадекватная оценка потребления натрия или соли. Потому что очень часто в механизмах резистентности доминирует именно эта сольчувствительность, это гиперволемия и неспособность оценить лекарственные взаимодействия. Обратите внимание, неправильный клинический диагноз, то есть вторичные артериальные гипертензии здесь на последнем месте. Итак, соль, солить или не солить, и как солить? Да, соль – это белый яд. Кто же наш соличувствительный пациент? Это, как правило, пожилые с ХБП, с ожирением, с сахарным диабетом. Можем ли мы в рутинной клинической практике оценить соличувствительность? Практически нет, потому что вот эта суточная экскреция натрия с мочой – это прерогатива клинических исследований, но не реальной клинической практики. Но мы можем клинически определить симптомы задержки жидкости у пациента, как он реагирует на солевые нагрузки, которые регулярно себе устраивает, потребляя большое количество пищи с высоким содержанием натрия. Какие же механизмы повышения давления при избыточном потреблении соли? Первое – это объем зависимых механизмов. Натрий тянет на себя воду, увеличивается объем циркулирующей плазмы, и повышается давление. Кроме того, натрий, входя в сосудистую стенку, делает ее более чувствительным к любым прессорным агентам. И, наконец, при повышении количества натрия идет ускользание эффекта антигипертонзивных препаратов, нивелирование эффектов нашей терапии. Это очень важно, поэтому соли мы придаем большое внимание и даем диетические рекомендации пациента. Именно поэтому диуретики обязательно в схемах ведения пациента с резистентной артериальной гипертензией. Еще какие вопросы мы должны задать пациента? Какие еще он препараты принимает? Например, если пациент принимает анистероидные противовоспалительные средства, он из-за лечения это не считает. Это просто таблеточка от боли. А эти таблетки при систематичном применении повышают артериальное давление. Или женщина применяет оральные контрацептивы. С ее точки зрения это, естественно, не лечение. Поэтому мы активно должны спрашивать, какие еще препараты принимает пациент и нет ли здесь межлекарственных взаимодействий. Прежде чем модулировать, модифицировать антигипертонзивную терапию, усиливать ее, мы это должны понимать. Итак, что входит в понятие резистентный врач? Это неправильный терапевтический режим. Еще раз необходимо повторить, что же входит в понятие адекватного терапевтического режима при подозрении на резистентность. И мы прекрасно понимаем, что мы должны определенного алгоритма придерживаться. Но срабатывает клиническая инерция. Что такое клиническая инерция? Например, пациент лечится, пациент принимает препараты, мы модифицируем ему терапию, мы меняем какие-то схемы. Но все равно мы не достигаем идеального контроля менее 140 на 90. Ну где-то 150, может быть чуть больше. Пациент прекрасно себя чувствует, и тут срабатывает клиническая инерция. Мы не начинаем дальше модифицировать схему, хотя не достигаем цели. И это не только беда наших врачей. Вот по данным европейских исследований, тоже около 50% врачей не модифицируют терапию, если чуть-чуть не достигают целевых цифр артериального давления. А вот тот алгоритм, о котором я уже говорила, он достаточно прост, и мы должны его придерживаться. Трехкомпонентная схема. Дальше дальнейшее изменение диуретической терапии, присоединение альфа-адреноблокатора и бета-адреноблокатора. Итак, краеугольный камень введения пациентов с отсутствием контроля артериального давления, когда мы подозреваем резистентность, это грамотное назначение диуретической терапии. Первое. Обязательно в схеме должен присутствовать тиозидовый диуретик или петлевой. Сейчас мы об этом скажем. И раннее присоединение антагониста минералокортикоидных рецепторов. Причем это должно быть в адекватных терапевтических дозах, а не в маленьких дозах. Итак, когда же выбрать петлевой, когда выбрать тиозидовый? Все очень просто. При скорости клубочковой фильтрации ниже 30 тиозидовые, тиозидоподобные диуретики перестают работать. Именно поэтому, если нам нужен реальный диуретик в схеме, мы должны перейти на петлевые. Конечно, с точки зрения однократного приема и длительности действия, террасимид здесь выигрывает у фуросимида. Спирлонолактон. Разного рода были исследования, разного рода были работы. Как же назначение спирлонолактона антагониста минералокортикоидных рецепторов действует по резистентной артериальной гипертензии? Вот это истинно резистентная артериальная гипертензия, одно из исследований, добавление спирлонолактона. И мы видим, что абсолютно неконтроль давления, систолическое и диастолическое, приходит через несколько недель к полному контролю артериального давления. То есть этим не нужно пренебрегать. Итак, первый шаг – трехкомпонентная полнодозовая схема. Второй шаг – добавление спирлонолактона. Третий шаг – присоединение других препаратов, альфа-адреноблокаторов, препаратов центрального действия и бета-адреноблокаторов. Итак, мы дошли до самой интересной темы, которая в большей степени волнует молодых докторов. И зачастую они начинают проводить скрининг вторичных причин артериальной гипертензии, не исключив вот тех факторов, о которых я только что сказала. Скрининг вторичных причин артериальной гипертензии. И это диагностический алгоритм Американской ассоциации кардиологов, который был изложен в их рекомендации 2008 года. Но мы привыкли к такой классификации вторичных причин резистентной артериальной гипертензии. Мы делили их на эндокринные, на связанные с заболеваниями почек, другие редкие случаи. Тем не менее, результаты недавних исследований совершенно по-другому ранжируют эти причины. Одно из классических исследований Педроза, которое было выполнено в 2011 году, это было два центра в Италии, где комплексное обследование пациентов с артериальной гипертонией было проведено. И вот как распределились причины. Первичная эссенциальная гипертензия течет так, трудно подается контролю. Вы видите 34% первичных гиперальдосторонизм, стоносартерионализ, оральные контрацептивы мы видим здесь на пятом месте, а первое место 64% случаев резистентности – это обструктивное апноэ сна. Итак, вот эта классификация, которую Американская ассоциация сердца в своих рекомендациях 2008 года, привела широко распространенные причины резистентной гипертензии и менее распространенные. И среди широко распространенных на первом месте – обструктивное слипопное. Дальше – паранхематозное заболевание почек, первичный гиперальдосторонизм, стоносартериаренализ – все эти состояния мы с вами рассмотрим. Ну, кое-что из менее распространенных вот в этой лекции. Итак, обструктивное апноэ сна. Остановлюсь на этом подробнее. Почему? Потому что молодые доктора, потому что интернисты, клиницисты, тем более обучающиеся студенты-ординаторы совершенно не акцентуированы на этой проблеме. Тем не менее, в 2008 году Российское научно-медицинское общество терапевтов вот такие рекомендации были обществом терапевтов, имплементированы диагностикой ведения пациентов с резистентной артериальной гипертензией и обструктивным апноэ сна. Это первые подобные рекомендации в мире, потому что резистентная, обструктивная апноэ сна. Мы это обсуждали, мы об этом думали, но рекомендаций не было. Давайте посмотрим европейские рекомендации партериальной гипертензии. Причины вторичной гипертензии наиболее общие, наиболее частые причины. То же самое. Слип-апноэ – это одна из наиболее частых причин. А вот это текущие рекомендации Американской ассоциации сердца 2018 года. Здесь написано «абструктивная слип-апноэ у пациентов с резистентной артериальной гипертензией» и встречается вот с такой частотой от 70 до 90%. То есть это реальная проблема. Основные положения рекомендации Российского научно-медицинского общества терапевтов я сегодня озвучу в таком кратком стиле. Итак, ключевые положения. Безусловно, мы сейчас знаем, что существует двунаправленная связь между слип-апноэ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как слип-апноэ приводит к утяжелению и дебюту сердечно-сосудистых заболеваний, так и наоборот сердечно-сосудистые заболевания влияют на тяжесть слип-апноэ. Я позволю себе напомнить варианты нарушения дыхания со стороны верхних дышательных путей во время сна. Вот это нормальное дыхание, пациент нормально дышит, человек нормально дышит ночью. Доброкачественный абсолютно храп, когда происходит вот такое вибрационное движение верхних дыхательных путей, при этом ограничения воздушного потока нет. Гип-апноэ, когда спадаются верхние дыхательные пути во время фазы быстрого сна, но полного перекрытия не происходит. И, наконец, апноэ. А если мы говорим о храпе, понятно, что эти состояния абсолютно патологические, гип-апноэ, апноэ. А если мы говорим о храпе, это вредно? Это как-то влияет на какие-то патофизиологические процессы? Удивительно. Но в последнее время стали говорить, что храп – это не просто звуковой феномен, которого страдает скорее рядом спящий человек, чем храпящий. Это еще и фактор, который может приводить к прямому повреждению сонной артерии. А область бульбус коротикус – это барорефлекторная, хеморефлекторная зона, которая напрямую участвует в регуляции артериального давления. Кроме того, вот эти вибрационные изменения, структурные изменения сосудистой стенки могут привести к ускорению атеросклеротических процессов. Итак, давайте посмотрим, что такое слепопное. Напоминаю, для учащихся прежде всего, человек засыпает, фаза быстрого сна, расслабляются мышцы глотки, мышцы верхних дыхательных путей, происходит перекрытие воздушного потока, падает напряженность кислорода, увеличивается напряженность ПЦО2, подбуживается пациент, делает вдох, восстанавливается дыхание до следующего эпизода. И существуют определенные характеристики, определенная коморбидность при апное сна. Если апное сна тяжелое или средней тяжести, растет количество сердечно-сосудистой патологии. Это, как правило, пациенты. Резистентная артериальная гипертензия, вот это исследование, 83% логан, ожирение, они ожирелые, они сердечно-недостаточности, со вторым типом диабета, очень часто инсульты, причем ночью, в момент вот этой репризы, в момент восстановления дыхательного потока, повышение давления до 300 зафиксировано, геморрагические инсульты, очень часто они урежают ритм ЧСС ночью, им неправильно совершенно ставят письмекеры, нужно пролечить слепопное, и не будет необходимость кардиостимуляторе, и так далее, и так далее, и так далее. Но как же? Каковы же патогенетические механизмы? Все оказалось очень просто. Абструктивная апноэ сна приводит к грубой фрагментации сна. Пациент утром может этого не помнить, но постоянное подбуживание приводит к активации симпатоадреналовой системы. Далее активируется ренина ангиотензина-альдостероновая система. Причем активация идет в основном за счет увеличения секреции альдостерона, а это задержка жидкости и гиперволемия. Периоды гипоксии и реоксигенации приводят к прямому эндотелиальному повреждению за счет активации оксидативного стресса и воспаления тоже делают гиперкапния. Вот она, артериальная гипертензия, прямое сосудистое повреждение и атерогенез. Но что еще очень важно? Да, мы понимаем, абструктивная апноэ сна приводит к повышению активности нейрогуморальных систем, к увеличению секреции альдостерона, задержки натрия и гиперволемии. Но ночью вот вся эта жидкость перераспределяется в орофарингеальную область. И таким образом происходит замыкание патогенетического круга. То есть вот эта задержка жидкости в свою очередь усиливает интенсивность абструктивного апноэ сна. И дальше все начинается заново. Таким образом, наши с вами, уважаемые будущие терапевты, интернисты, кардиологи, клиницисты, наши усилия по правильному лечению артериальной гипертензии в этой ситуации будут еще и важны с точки зрения, что мы будем уменьшать интенсивность и степень тяжести абструктивного апноэ сна. Что еще очень важно? Посмотрим на эту часть слайда. В момент перекрытия дыхательного потока все равно сохраняется двигательная активность грудной клетки, подсасывающие такие движения, повышается отрицательное внутригрудное давление, венозный возрод, увеличивается, растет постнагрузка, растяжение предсердия и желудочков. И вот здесь натриуретические пептиды начинают вырабатываться, чтобы убрать эту лишнюю жидкость. Но это в свою очередь приводит к активации ренинангиотензин-альдостероновой системы. Итак, ключевые положения рекомендаций. То, что мы должны знать об этом клиническом варианте резистентной артериальной гипертензии – абструктивное апноэ сна. Итак, нейрокуморальная активация, гемодинамические нарушения приводят к ремоделированию, быстро развивается гипертрофия левого желудочка, правого желудочка, диастолическая дисфункция, быстро развивается сердечная недостаточность, нарушение ритма. Далее. Абструктивное апноэ сна характеризуется активацией оксидативного стресса системного воспаления, дисфункции эндотелия, затем атерогенез, жесткость, атеросклероз, гипертензия. И есть определенные клинико-функциональные характеристики артериальной гипертензии при абструктивном апноэ сна. Это высокая частота диастолической гипертензии, высокая вариабельность артериального давления, особенно ночью, со снижением вариабельности сердечного ритма. И это, конечно, пациенты, которые повышают давление ночью. Это найтпикерсы, безусловно. Как часто у больных с гипертензией, в принципе, встречается с липапноэ? 26-40% – это большая цифра, и мы должны об этом задумываться. Ну, просто клинический пример. Пациентка с тяжелым абструктивным апноэ сна. Мы видим вот ночь, мы видим, как повышается давление в ночное время. И в ночное время цифры давления даже выше, чем в дневные часы, в момент физической активности пациента. На что пациент пожалуется? Специфических жалоб чаще всего нет, потому что утром он не помнит, что происходило ночью. Но, тем не менее, он встает усталый, не выспавшийся, хотя в постели провел достаточное количество времени. С тяжелой головой он будет жаловаться на потливость, особенно ночью, потому что активизируются нейрогуморальные системы. На ночные мочи и спускания. А если мужчина нам пожалуется на ночные мочи и спускания, понятно, на консультацию к какому специалисту мы его отправим. Раздражительность, дневная сонливость, снижение памяти и внимания. Часто ли мы спрашиваем у пациентов с резистентной артериальной гипертензией, а как вы спите, а храпите ли вы? А тот, кто рядом с вами, не замечал ли пауз или сами не замечали ли вы, что ночью вдруг перехватывает дыхание, вы просыпаетесь от этого состояния. А если пациент нам пожаловался все-таки на то, что он плохо спит, то мы, к сожалению, можем назначить гипнотики. А гипнотики только усугубят проявление обструктивного апноэсна, потому что пациент не будет подбуживаться в момент резкой гипоксии. Итак, ключевые положения рекомендаций. Что мы должны делать, если мы подозреваем обструктивное апноэсна? А в принципе у всех пациентов с резистентной артериальной гипертензией всего лишь заполнить определенные шкалы опросники. Шкала сонливости, но она не ставит диагноз, а вот шкала стоп-бэнк позволит нам заподозрить и уже направить на диагностику. Обычная клиническая шкала, посмотрите, какие здесь вопросы. Есть ли храп, есть ли усталость, сонливость, есть ли паузы, далеко не всегда они это знают. Повышается ли давление, клинический портрет пациента, это как правило мужчины с большим охватом шеи, возрасте и ожирелые. И если мы насчитали по этой шкале 3-4 балла, это уже средний риск и время заняться диагностикой. Как мы диагностируем обструктивное апноэсна? Ну вот суточная пульсоксиметрия чаще встречается в клиниках, но здесь мы можем только заподозрить по падению сатурации ночью, потому что суточная пульсоксиметрия не диагностирует ограничение воздушного потока. А вот уже диагностические системы суточной пульсоксиметрии кардиореспираторного мониторинга имеют вот такие датчики. И это точно так же, как СМАТ. Более того, этот прибор может быть выдан пациенту днем, на ночь он его одевает, утром снимает и приходит в клинику на диагностику. Совершенно не нужно госпитализироваться, как раньше, когда у нас было только полисомнографическое исследование. И вот такие, в зависимости от датчиков, мы получаем вот такие шкалы. Храп, абструкция, сатурация, ЧСС, в зависимости от используемого прибора. Но это уже, конечно, специалисты эти данные, сомнологи получают. И они классифицируют степень тяжести апноэ сна. Легкое, среднее, тяжелое, в зависимости от количества эпизодов апноэ-гипапноэ, индекс апноэ-гипапноэ в час и от пиковой десатурации. И в зависимости от этого подбирается терапия. Итак, что мы, терапевты, должны рекомендовать такому пациенту? Конечно, изменение образа жизни. Надо снизить массу тела, ограничить соль, ограничить алкоголь, особенно на ночь, потому что он будет тормозить от пробуждений. Физические нагрузки, антигипертензивная терапия и немедикаментозные методы. Сейчас мы поговорим о грамотной, правильной антигипертензивной терапии. Итак, конечно, это комбинированная терапия. Конечно, это оптимизация диуретической терапии, мы об этом уже говорили. Раннее включение в схемы бета-адреноблокаторов и, естественно, это фиксированные комбинации. Потому что количество антигипертензивных препаратов, которые получает пациент, большое. А уменьшение количества таблеток за счет фиксированных комбинаций приведет к улучшению комплайнса. Вот та схема, которую я уже вам показывала. Давайте мы немножечко по каждому классу препаратов с вами определенные комментарии дадим. Итак, ингибиторы АПФ и сортаны, блокаторы РАС, базовая терапия. Тиозидовые диуретики, безусловно, базовая терапия в средних терапевтических дозах. Антагонисты кальция – это тоже базовая терапия, потому что трехкомпонентная схема лежит в основе введения пациентов с артистентной артериальной гипертензией. Но здесь нужно дать определенные комментарии. Какого рода комментарии? Мы знаем, что антагонисты кальция приводят к задержке жидкости. Задержке жидкости, к вазодилатации, и развиваются вот так называемые отеки, пастозность голени. Это тот побочный эффект, который часто встречается, очень раздражает пациентов. Мы его не любим, потому что нужно отменять препараты. Но мы понимаем, что если вот этот побочный эффект, даже в средней степени выраженности, который не требует отмены, если он развился у пациента с обструктивным апноэ сна, вот все, что за день скопилось в области лодыжек, когда пациент переходит в горизонтальное положение, идет перераспределение жидкости в орфарингеальную область. И были работы, которые подтвердили усугубление тяжести обструктивной апноэ сна на фоне антагонистов кальция. Вывод. Не экстремальные дозы. И как только появляется побочный эффект в виде пастозности голени и лодыжек, уменьшение дозы как минимум, а может быть и отмена препарата. Далее. Антагонисты рецепторов минералокортикоидных. Средства патогенетической терапии, достаточные дозы. Здесь спиронолактон, потому что только у спиронолактона в рекомендациях есть артериальная гипертензия, резистентная и гиперальдостеронизм. И бета-блокаторы очень рано в схемы, потому что опять-таки средства патогенетической терапии как альдостерона много, так и активизировано раз у этих пациентов очень сильно. Если мы посмотрим, вот здесь трехкомпонентная фиксированная комбинация, лучше всего должна подбираться, да, плюс еще один препарат и, наверное, плюс еще один препарат. Что еще? Вот здесь может быть и у этих пациентов, так как они в основном повышают давление в ночной период, надо придерживаться принципов хронотерапии или что-то на ночь добавлять. Контроль артериального давления – это, конечно, только СМАТ, потому что дневные и утренние измерения не так валидны, но про фиксированные комбинации мы уже сказали. И мы должны четко с вами понимать, что если мы грамотно, правильно подобрали антигипертензивную терапию, пока пациент идет на диагностику, пока ему подбирается СИПАП-терапия, если пациент решился на эту терапию, мы должны грамотно подобрать, и если мы правильно подобрали, за счет уменьшения накопления жидкости в окологлоточной области снижается степень тяжести обструктивного апноэсна. Но, конечно, золотой стандарт ведения этих пациентов – это сочетание применения грамотно назначенной антигипертензивной терапии и СИПАП-терапии. Да, СИПАП-терапия недавно изобретена. Фактически, что такое прибор СИПАП? Это компрессор, это умный компрессор, который подает под определенным давлением воздух, причем на вдохе и на выдохе, держа дыхательные пути открытыми. Сейчас существуют очень современные препараты, которые сами регулируют скорость воздушного и силу воздушного потока, очень удобные маски. И пациенты, которым грамотно подобно СИПАП-терапии, снижают уровень артериального давления, и у них уменьшается количество антигипертензивных препаратов. Но полностью вылечить гипертонию – это нереально. Мы должны это понимать. Итак, мы дальше путешествуем по вторичным причинам резистентной артериальной гипертензии. Несколько слов о почках, да? Несколько слов о почках как причине вторичной артериальной гипертензии. Ренопаранхематозные – это очень часто любые паранхематозные страдания почек. Это эпилонефриты, поликистозы, гламеролонефриты и другая, более редкая патология. Как мы диагностируем это изменение мочевого синдрома? В принципе, диагностика не так сложна. УЗИ почек, МСКТ, если это нужно, радиозатопные методы. И если мы подозреваем специфическое заболевание почек, мы, конечно, отправляем терапевты на консультацию к нефрологу. И золотой стандарт диагностики паранхематозных болезней почек – это биопсия почек, если речь не идет о каких-то поликистозах или пилонефритах. И уже ведут этих пациентов нефрологи. Другая патология – реноваскулярная. Вот здесь может быть несколько вариантов. Может быть вариант врожденной патологии – фибромаскулярной дисплазии, какие-то аномалии сосудов. Тогда достаточно рано развивается эта гипертензия. И более педиатры и подростковые врачи более акцентуированы в отношении поиска вот этих причин артериальной гипертензии у молодого человека. А если пациент среднего возраста, длительное время страдает артериальной гипертензией, и у него вдруг развивается атеросклероз, атеросклеротическая бляшка в артерии ренализ или в ветвях артерии ренализ начинает перекрывать горботок. Почка начинает испытывать гипоксию. Что мы клинически видим? Пациент страдал гипертонией, принимал препараты и контролировал давление. И вдруг ускальзывание. Он уходит, ускальзывает от действия обычной антигипертензивной схемы. Высокие цифры давления, и мы ничего с этим сделать не можем. То есть либо это молодые люди, либо люди, у которых изменился характер течения артериальной гипертензии, она осугубилась уже в возрасте после 50. Как мы диагностируем? Первое, наиболее доступный метод – дуплексное картирование почечных артерий. Да, здесь, если нет каких-то превходящих факторов, которые уменьшают доступность этого метода ожирения, газообразования, какая-то определенная анатомия, иногда это ограничивает, то функционалист скажет нам, что есть теноз, увеличенная скорость потоков, он это четко видит. И потом мы уже начинаем это подтверждать. Чаще всего МСКТ с контрастированием, на котором видно, что есть теноз. А уже дальше наша тактика, она очень по-разному может быть. В зависимости от ситуации мы советуемся с сосудистыми хирургами, советуемся с нефрологами. Потому что если очень долго почка была в гипоксическом состоянии, уже изменена, уже сморщена, уже изменились размеры, фактически она начинает производить большое количество ренина, то есть становится таким эндокринным органом, который поддерживает вот это артериальное давление, она начинает терять свою функцию. Даже если мы стентируем, даже если мы стентируем вот этот стеноз, не факт, что давление снизится, и мы спасем эту почку. Поэтому подход всегда очень-очень индивидуальный, в зависимости от возраста, от того, как давно существует проблема, что произошло с почкой, снизилась ли ее функция и так далее. Достаточно частая клиническая ситуация, первичный гиперальдостеронизм. И вот рекомендации, которые в 2017 году опубликованы, и клиническая ситуация очень сложная. Почему? Потому что мы изо всех учебников привыкли к тому, что такое первичный гиперальдостеронизм, синдром Кона. Это обязательно гипокалиемия. Ну а это определенные жалобы, обязательно снижение сыворочного калия, обязательно изменение на ЭКГ. И очень важно, что иногда пациенты не демонстрируют такую гипокалиемию, а вот если их гипертензию начинают лечить даже небольшими дозами тиозидовых диуретиков, они моментально уходят в гипокалиемию, появляется мышечная слабость, простезия и судороги. Это должно быть очень таким патагномоничным симптомом для того, чтобы клиницист заподозрил гиперальдостеронизм. Но в последнее время мы все чаще и чаще говорим, что по разным исследованиям от 9 до 37% пациентов с первичным гиперальдостеронизмом имеют гипокалиемию и все симптомы, а частота нормокалиемических состояний увеличивается. Да, есть определенный диагностический алгоритм, но в отношении определения соотношения ренина-альдостерон, который мы обязаны сделать в этой клинической ситуации, есть определенные ремарки. Почему? Потому что очень тест подвержен разного рода воздействиям разных факторов. Итак, если мы подозреваем первичный гиперальдостеронизм, мы должны посмотреть альдостерон и ренин-плазмы и посмотреть соотношение. И если ренин высокий и также повышен альдостерон, значит это вторичный гиперальдостеронизм. Просто высокие концентрации ренина стимулируют к выработке альдостерон. Что это? Это может быть так течь артериальная гипертензия. Или это на фоне стеноза почечной артерии может быть. Наоборот, ренин подавлен или нормальный, альдостерон очень высокий. Тогда практически без вариантов это первичный гиперальдостеронизм. Но очень часто результаты сомнительные. И тогда, ну уже не мы с вами, конечно, уважаемые коллеги, не терапевты. Ну и эндокринологи, мы должны отправить такого пациента с подозрением в специализированный тест, в центр. Тут разного рода тесты используются. Но опять-таки все очень сложно. Почему? Ну потому что очень много факторов будет на это влиять. Но тем не менее, если вот альдостерон-рениновое соотношение от 30 до 50, оно значительно повышено. То скорее всего это первичный гиперальдостеронизм. Еще и при этом уровень альдостерона высокий за счет повышения уровня альдостерона, а не резкого снижения, например, ренина. А вот альдостерон-рениновое соотношение 20-30, это серая зона. Вот здесь, может быть, нужно делать тесты. Что влияет? Влияет очень много что. Вот если пациент уже принимает спиронолактон, то отмена за 4-6 недель. И практически все препараты антигипертензивные, которые мы с вами используем у этого резистентного гипертоника, будут влиять на этот анализ. Надо отменять препараты, действующие на ренина ангиотензин альдостероновой системы. Все диуретики, бета-блокаторы, НПВС, препараты центрального действия, дегидроперидиновые антагонисты, кальций и эстрогены. За 2-3 недели до теста. Что же остается? Чем же лечить гипертонику? Остается совсем мало. Мы можем применять верпамил, мы можем применять гидролазин и мы можем применять альфа-дреноблокаторы. Все. Но все, но и это еще не все. Потому что даже как мы будем забирать кровь пациента, это может повлиять на тест. Почему? Обязательно утром, обязательно после того, как встал с постели в течение 2 часов не менее и посидел 5-15 минут. Условия забора. Не вакутейнер. Нельзя вакутейнером. Нельзя пережимать жгутом. Нельзя, чтобы он был на высокосолевой диете или резко ограничивал соль. Нельзя, чтобы у него была гипокалиемия и гиперкалиемия. ХБП, возраст, все влияет. Именно поэтому вот такое количество разных факторов, которые влияют на этот анализ и позволило экспертам сделать вот такое заключение, что и противоречивые данные литературы, и вариабельность лабораторных показателей, и влияние лекарств заставляют отказаться от жестких рекомендаций по диагностическому значению альдостерон-ренинового соотношения. Это всегда индивидуальная интерпретация данных. Второй этап диагностики гиперальдостеронизма – это визуализация. И здесь золотой стандарт КТ надпочечников. И хорошо, если мы увидели какое-то образование в одном надпочечнике. Гораздо хуже, если мы увидим гиперплазию одного или двух надпочечников. И если мы сомневаемся, чем может быть обусловлено это образование, это секретирующая альдостерон опухоль или что-то другое, тогда мы берем селективный венозный забор крови из вен надпочечниковой справа и слева и смотрим повышенность секреции альдостерона с двух сторон или с одной стороны. Ну а это уже прерогатива высокоспециализированных тестов. Не забывать тестировать на семейные формы первичного гиперальдостеронизма. Итак, очень трудный диагноз. Необходимость отмены антигипертензивных препаратов, сложность интерпретации данных. И очень часто, если мы не можем интерпретировать данные, если нам сложно понять, что реально происходит, экс-ювантипус назначается антагонист минералокортикоидных рецепторов. И если пациент снижает давление, контролирует его, то значит мы попали. Как лечим? Если односторонняя гиперпродукция альдостерона, конечно, это удаление надпочечника с одной стороны. Если же операция невозможна, пациент отказывается, тогда антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Если гиперпродукция двухсторонняя, то это спиронолактон в дозе от 25 до 100 мг, повторюсь, и полиринон в показаниях, хотя в рекомендациях написано, что мы можем использовать этот препарат. В списке показаний артериальной гипертензии нет, и это оффлэйбл. Как это происходит? Ну вот мы поставили диагноз гиперпродукционизм, вот пациент и его суточный профиль артериального давления, какое количество препаратов до назначения спиронолактона, вот 75 мг спиронолактона, практически нормальные цифры артериального давления, только ночью чуть-чуть повышает, уже на трех препаратах, практически на трех таблетках. Вот так это происходит. Далее, феохромцитобы. Несколько слов о феохромцитоме. Здесь проще идет диагностика, проще вот эти лабораторные данные мы интерпретируем. Есть рекомендации определенные, которые мы можем использовать как руководство к действию. Итак, мы должны понимать, что существует феохромцитома и параганглиома. Чем они отличаются? Феохромцитома – это опухоль мозгового слоя надпочников из хромофинной ткани, а параганглиома – это не надпочниковая хромофинная ткань симпатических паравертебральных ганглиев. Распространенность среди пациентов с гипертензией мы видим 0,2-0,6%. Как диагностируем? Все прекрасно знают клиническую картину феохромцитома, даже говорить об этом не буду. Если мы подозреваем, мы делаем свободные метанефрины плазмы или фракционированные метанефрины суточной мочи. Забор крови через 30 минут горизонтального положения мы забираем кровь. Если они резко повышены, это диагноз. Если чуть-чуть повышены, можем использовать единственный клонидиноподавляющий тест, очень простой тест, потому что клонидин – центральный альфа-дроагонист, и через 3 часа после его приема физиологически должно быть снижение уровня катахоламинов. Если они не меняются или повышаются, это, скорее всего, феохромцитома. Какие препараты влияют? Список не такой большой. Может быть, он такой же большой, как при первичном гиперальдосторонизме, но они реже используются, эти препараты. Просто мы должны об этом знать. Что кое-какие бета-адреноблокаторы, ингибиторы МАО, антидепрессанты, кое-какие анальгетики будут влиять, и мы должны четко исключить их прием. Дальше. Подтвердили топическая диагностика. Это золотой стандарт компьютерной томографии брюшной полости маловатаза грудной клетки. И там мы ищем опухоли. МРТ только при парагогриомах головы и шеи. Сцентография с специфическим тропанным радиофарм препаратом показана при подозрении на метастатическое поражение, потому что феохромцитома может быть злокачественной, и вне надпочечниковую локализацию или рецидивирующая феохромцитома. Еще редко ПЭТ в сочетании с КТ, но это уже прерогатива специализированных центров. Что мы терапевты? Мы заподозрили, мы диагностировали, мы провели первичный скрининг, и мы должны лечить эту артериальную гипертензию до хирургического вмешательства. И мы это делаем. Назначается альфа-адреноблокатор, вы видите дозы, препарат второй линии нефидитминамладипин, а вот бета-адреноблокаторы только на фоне уже назначенных альфа-адреноблокаторов, потому что если мы назначим их первыми, то может быть парадоксальное повышение артериального давления. Вот на этом все по симптоматическим артериальным гипертензиям. И в завершение хотела бы еще несколько слов сказать о том, какие же существуют еще методы лечения резистентной артериальной гипертензии. Неужели нет каких-то девайс-методов? Безусловно, кардиология сейчас – это сфера девайс-методов и разного рода методик, и резистентная артериальная гипертензия не осталась в стороне. И в 2001 году впервые был предложен такой метод, основанный на активации барорефлекса. Вы помните область бульбус синокоротис, да? Это барорефлекторная область. Если раздражать вот эти нервные волокна, идет импульсация в головной мозг, и снижается ЧСС, снижается давление, сосудодвигательные центры задействуются. И вот была предпринята такая попытка, вот такие клипсы были изобретены, которые одеваются с двух сторон на сонную артерию, соединяются с кардиостимулятором, подбирается стимуляционный режим, и идет постоянная стимуляция барорефлекса, и снижается артериальное давление. Ну, понятно, что это такая инвазивная методика, и в реальную клиническую практику навряд ли бы она вышла. И вот в 2016 году было представлено с этим же механизмом, но несколько другой девайс. Это вот такой стенд из определенного сплава, из нитинолового сплава, который эндоваскулярно доставляется, ну, так же, как стентирование сонной артерии при атеросклерозе, расправляется в этой области. Что за нитиноловый сплав? Сам расправляющийся стенд, который при систоле еще дает вот такую эластическую отдачу, он еще дополнительно раздражает эту область, и таким образом снижается давление. Вот такие результаты были показаны через 180 дней после имплантации стендов. Ну, в общем, неплохие, но пока в реальную клиническую практику, конечно, это еще не вошло. И вот тот метод, который в прошлых рекомендациях Европейского общества кардиологов был рекомендован как возможный при ассистентной артериальной гипертензии, метод ренальной денервации, он основан на том, что вот это симпатическое сплетение артерии реналис и ветвей артерии реналис, если подвергнуть воздействию и убить это симпатическое сплетение, то нарушается симпатическая импульсация и снижается давление. Да, этот метод широко развивается, очень много разных катетеров, методик, но ренальная денервация в настоящее время не включена в обычные рутинные методы лечения артериальной гипертензии. И в Европейских рекомендациях поведения артериальной гипертензии 2018 года написано следующим образом. Лечение гипертонии техническими устройствами не рекомендовано для рутинных случаев, за исключением использования в рамках клинических исследований, пока не будут получены доказательства безопасности и эффективности. Вот такой вывод. И в заключение, уважаемые коллеги, я хотела бы сказать, что, безусловно, введение резистентной артериальной гипертензии диагностика, терапевтической стратегии – это очень сложная область. И как и подходит к этой области выражение гиппократа. Для успеха недостаточно действия врача, усилия пациента, его окружение, семьи, а также внешние обстоятельства системы здравоохранения имеют большое значение. Благодарю за внимание. Продолжение следует...